Жребий брошен! Обновление 1.404 в World of Tanks — это главное событие видеоигровой отрасли в этом году. Вас ждёт множество решений, которые выведут танки на новый уровень и сделают их лучше, чем когда-либо прежде. А самым важным в этом обновлении — прямо сейчас! Чтобы оставаться актуальными, танкам нужно меняться. Мы всерьёз поработали над этим в обновлении 1.404. Это будут новые танки, и они уже оценены. Вот что говорит про обновление — специально отобранная фокус-группа игроков. Да это же вообще другая игра! Это Next Gen! It's Revolution Journey! Первая из новых механик — это кратковременное замедление времени в бою. В настоящем танковом сражении в опасные моменты командир ощущает всё иначе. Из-за резкого выброса адреналина в кровь время будто замедляет свой ход. Танкист успевает принять решение за долю секунды. Теперь эта реалистичная особенность появится и в игре. Со временем World of Tanks стал не тем медленным тактическим шутером, которым он изначально задумывался. Он стал требовательным к скорости реакции. Но мы решили эту проблему. Адреналин — это первый в игре активируемый перк. При включении окружение в пределах дальности обзора танка замедлится на короткое время. Вы успеете выпить чаю, прицельно выстрелить и одновременно скоординировать команду. Окружение будет замедляться только для того, кто активировал этот перк. Остальные продолжат воевать как обычно. Чтобы достигнуть этого, мы внедрили в игру неевклидово время-пространство, квантовую механику и понятие «мнимое время». Хотя механика еще прототипируется, мы уже дали попробовать ее игрокам. Механика работает. При возникновении искривлений неевклидовых пространств обратитесь в центр поддержки пользователей. Новшества обновления 1.404 коснутся каждой части игры и даже озвучки в бою. Раньше фразы командира были однообразны, а спустя время они вообще становились белым шумом. Теперь озвучка станет в разы полезней и разнообразней. Ведь теперь появится Смарта. Работа Wargaming над машинным обучением и нейронными сетями сотрудничать с компанией Cyberdyne Systems привела к созданию автосоветчика SMARTA или Смарта. Это самообучаемая нейросеть, которая будет анализировать ваши действия и комментировать их, основываясь на изучении человеческой культуры. Следуй за мной, если хочешь победить. Нам нужны его ХП и мотоцикл. Детерминирован. Это лишь малая часть возможности Смарта. После прототипирования доработок она сможет давать советы игроку для более эффективной игры. Через 200 метров поверните направо. 200, а не 20. Рекомендация. Возьмите тяжелый танк. Поверните налево. Еще немного. Вот так. Попробуйте поиграть на артиллерии. Смарта все еще учится, но с каждым днем она становится лучшим. Ведь мы отладили ее навыки обучения и общения, прежде чем дать эту фичу на оценку игрокам. Ты всего лишь имитация жизни. Разве робот может создать симфонию или шедевр искусства? А ты вообще стример? Кроме этого, в обновлении вас ждет еще много приятных сюрпризов. После внедрения новой игровой графики мы поняли, что не всем нравится фотореалистичный визуальный ряд. Не все компьютеры способны его адресовать. Чтобы расширить аудиторию и запускать игру на любом железе, в настройках графики появится пункт… Аниме. Включите аниме-фильтр и наслаждайтесь! Все карты, машины и даже интерфейс в бою приобретут стильную аниме-рисовку. Также будут анимизированы все внутриигровые сущности. Например, учебные пособия будут заменены на мангу. Также в патче 1.404 в итальянскую ветку исследования будет добавлен нулевой уровень. Там будет расположен так называемый танк «Довинчи». Это первый задокументированный в истории проект настоящего танка. В абсолютно секретных архивах мы добыли оригиналы чертежей самого Леонардо, так что машина будет исторически достоверна. Танк получит 400 миллиметров приведенной деревянной брони, а двигаться будет с помощью восьми человеческих сил. У орудий будет уникальный режим стрельбы — сокрушительный залп во все стороны. Потому что для превозмогания нужно больше разных механик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё это в сумме сделает World of Tanks нормальнее. Наверное. Мы ещё не тестировали всё до конца, но уверены. Уверены, что движемся в правильном направлении. А теперь главная новость этого года. Wargaming представляет аппаратную платформу, созданную специально для танков. World of Tanks версия 1.404 станет первым и единственным проектом для новой платформы. Это результат пяти лет работы конструкторского бюро имени «Серба». Её характеристики превосходят все аналоги на пять поколений вперёд, ведь она создана с учётом опыта специалистов Wargaming в черчении новых веток машин. Это танковая консоль. На консоли можно будет играть только в танки. Но зато со стабильными 25 фпс более чем достаточно. Ведь все знают, что человеческий глаз видит только 24 кадра в секунду. Ну а 25-м кадром консоль будет показывать предложение премиум-магазина. Гусеницы позволят не утруждать себя переноской устройства. А встроенная аудиосистема сделает звуки попаданий фугасами ещё громче и сочнее. ВЫСТРЕЛ Мы не даём гарантии на тестовые образцы консоли, но участники её тестирования получат в подарок малый рекоплект и огнетушитель на всякий пожарный. Это были все нововведения для грядущего обновления. Приобретайте новую игровую консоль и без проблем обогревайте весь дом. Включайте аниме-фильтр, жмите неизменную кнопку «В бой» и под руководством смарты уничтожайте врага в слоумо. Удачи на полях сражений! Оставляйте отзывы на обновление! Почему, мистер Разработчик? Зачем? Во имя чего вы продолжаете делать именно танки? У вас же столько возможностей. Почему не ввести в игру самолёты и космические корабли? Потому что можно всё, но зачем? Продолжение следует...